Евреям 12 глава Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, грех истерпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божию. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. О, вот эти вот три стиха. Значит, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что он говорит... То есть до этого была 11 глава, естественно, до 12. И в 11 главе речь шла о всех... Были перечислены герои веры, что они верят. Обратите внимание, я сегодня, кстати, обратил внимание, что сказано, что верой Ной сделал то и то. Авраам верил, и он... Потом тут же сказано о делах. Раав, блудница, она верила, и тут же сказано, что она сделала. Сара верила, и тут же сказано, что она сделала. То есть вера, и тут же описаны какие-то дела, потому что иначе вера без дел... Тот-то говорит, что я верю, а дела это неважно, тот не понимает, что он говорит. И показывали вот эти вот облако свидетелей. Теперь он говорит, посему и вы, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. То есть вот это вот люди, которые перечислены там, ну, их гораздо больше, ну, просто эти перечислены, это для нас свидетели. Это для нас свидетели. Свидетели чего вообще? Они свидетели того, что... Что мы, глядя на них, мы видим, что вера делает, и самое главное, как вера вознаграждается. Вокруг себя такое облако свидетелей, то есть кто-то говорит, ну, что я верю? Что, собственно, я верю? Что это мне дает? Для чего это все? Для чего я себе отказываю в чем-то? И я все это променял, все вот эти вот, допустим, мирские свои... Всю свою жизнь мирскую я променял на эту веру. Что это мне? Ну, так ты можешь сказать, что вот есть такие люди, которые уже прожили эту жизнь, и на протяжении своей жизни они верили, и они сохранили веру. Ну, дальше что? И теперь, глядя на них, мы видим, как вера вознаграждается. Как вера вознаграждается? Как она вознаграждается? Она вознаграждается тем, что человек в конце веры своей, в конце жизни, когда, в принципе, заканчивается жизнь, заканчивается вера, потому что жизнь... вера тебе нужна здесь, когда ты живешь на земле, ты не видишь. Ты получаешь по вере. Она вознаграждается жизнью вечной, она вознаграждается вечностью. Это свидетельство того, что может сделать живая вера. И как важно ее сохранить до конца всей своей жизни. И поэтому он говорит, свернем, имея такое свидетельство вокруг себя, свидетелей, облако, то есть много, свернем себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Что такое поприще? Поприще – это жизненный путь твой, какая-то дистанция. Апостол Павел, кстати, часто, ну не часто, но несколько раз, он пользуется, помните, как бегущее наристалище, то есть как на дистанции. Так и вы, говорит, бегите, усмиряй, так и я, усмиряй, порабощая тело свое, чтобы проприедовать другим, само не остаться без награды. То есть верующего человека он сравнивает, он отождествляет с бегущим наристалище. И здесь он говорит, что вы, ничто иное, вы проходите поприще, которое вам, что, вам нужно, вам предлежит. That's your way. И вы его пройдете, whether you like it or not. Это то, что тебе положено пред тобой. Это положено пред тобой Богом. Это предопределено Богом пройти пред тобой. Это как, это как, понимаете, это как, я это вижу, там есть такое место, я очень люблю этот стих, деяние в 17 главе сказано, что от одной крови он произвел весь род человеческий, предопределив место и время их обитания. Помните это место? Я еще расскажу. Это очень сильное место. Но мне, кстати, по крайней мере, мне очень много объясняет. Он предопределил время и место твоему обитанию на земле предопределил. Предлежащее. Это как троллейбус. Окей, автобус лучше троллейбус, потому что он привязан к этим проводам. То есть этот троллейбус, он должен быть, у него есть маршрут, и он должен быть на этой остановке, и не просто на этой остановке, он должен быть на этой остановке в определенное время. Путь у этого автобуса предопределен. Этот автобус должен пройти предлежащее ему поприще И ты знаешь, ты здесь стоишь, скажем, в 8.05 здесь будет такой-то автобус Почему? Потому что ты знаешь, ты его ожидаешь Вот то же самое твоя жизнь и моя Бог определил в твоей жизни тебе быть вот здесь Как американцы говорят, to be in the right place in the right time Так они говорят, правильно они говорят Почему? Потому что Бог тебя ждет Это для тебя предопределено Тебе нужно пройти Мы, конечно, пытаемся уйти Помните, Иоанн пытался уйти от Божьего предопределения Ну, так что Господь прислал за ним судно одно морское И подводное, правда И со всеми удобствами опять его привел на ту остановку Где он должен быть Нам нужно пройти этот путь Вот сейчас перед нами, видите, Новый год Нам нужно пройти этот Новый год Перед нами путь И перед нами время Мы живем и во времени, и в пространстве И время, он определил и время, и место И время, и пространство Мы живем в этих измерениях Это успешная жизнь Это успешная жизнь Это ты правильно идешь Никто не знает Ты знаешь, где твоя следующая остановка? И в какое время? Ты не знаешь А кто знает? Дух Божий знает Бог знает Знает Бог А я откуда знаю? А тебе дан кто? Тебе дан Дух Божий, который знает что? Который знает Божье Никто не знает Божьего, кроме Духа Божьего Какие никто не знает человеческое, кроме И вот это вот и есть смысл Этого и есть хождение по Духу Или хождение за Духом Потому что ты должен быть вот здесь И в это время А ты не знаешь ни место, ни время Но знает кто? Дух И вот твоя задача Не знать время и место Вычислять, ходить там С логарифмической линейкой А твоя задача Быть послушным Духу Идти за ним И он тебя приведет туда, куда надо И в то время, которое надо В этом твоя задача В этом смысл В этом смысл И вот так тебе нужно пройти Предлежащее тебе нам поприще И когда ты пройдешь это поприще Так, как Богу нужно было Как Он определил Как Он предопределил Он предопределил и время и место И когда ты пройдешь это поприще Твоя жизнь в этом случае будет успешной Твоя жизнь будет успешной Вот это вот критерий успеха Вот это Божий критерий успеха Вот это Божьи весы успеха, человеческие весы успеха, критерии успеха, это все, что связано здесь с землей. Слава человеческая, это совершенно диаметрально противоположно. Тот, кто преследует цель получить успех здесь, у человека, человеческий успех, он не занимается этим. Понимаете? Но если ты хочешь получить от Бога зачет и быть успешным пред Богом, а стала пройти вот это вот, то ты будешь игнорировать человеческие критерии успеха. Потому что они идут в разные поправления. Поэтому это очень важно. Это очень важно пройти это поприще. В принципе, я помню, в книге Иисуса Новина кого-то хоронили, и там написано, что он... То есть человека хоронят. И там сказано... Как там сказано? Такая фраза, что он отправился в путь всей жизни. В путь всей жизни. То есть как бы destination, цель всей земной жизни. Он умер, то есть вот это вот и есть цель. Ну, не важно. Понимаете? Я хочу, чтобы вы запомнили, что вот эта вот жизнь, твоя жизнь, которую ты пройдешь, свое поприще, так как Бога тебя определил, потому что Бог определил это для тебя, твоя жизнь в этом случае is successful life. И ты за это получишь то, что тебе полагается. То место, которое Он для тебя определил, там тоже уже дано тебе. Он говорит, посади нас там и там. Это, говорит, не я, это отец. Окей? Так вот, если ты пройдешь этот путь, там Иоанн или Яков, которые просили, вот это вот, если ты пройдешь, значит, ты будешь сидеть там, там, где для тебя предопределено Отцом. И в этом-то это и есть вся твоя жизнь. Поприще. Чтобы пройти это поприще, есть определенные законы, есть определенные вещи, которые нам мешают это сделать. И что Он говорит нам мешает это сделать? Первое. Смотрите, что Он говорит. Свергнуть себя нужно что? Всякое бремя. По-английски написано wait. Снять себя wait. Бремя – это wait. Drop it, как Ирина мне подсказывает. Drop it. Не путайте это бремя, о котором здесь сказано, с тем бременем, о котором говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, что бремя мое легко, и иго мое благо, помните? Надо вот это вот нести, и тогда что? И тогда вы найдете покой в душе своей. Бремя, которое от Бога, которую Он дает. Скажу, Он возложил на апостола Петра бремя. Трудись там, и serve me, и так далее, и так далее. Он дал бремя. И вот теперь, когда Он принял Божье бремя и несет Божье определение, то Он теперь нашел покой в душе своей. То есть бремя от Бога, оно дает тебе покой для души твоей. Бремя, которое ты сам себе взял, или кто-то тебе его, так сказать, доверил, так скажем, то это бремя, оно, что делает с покоем? Забирает покой. Окей? То есть бремя человеческое, оно тебе покой забирает, оно тебе приносит стрессы, оно тебе приносит anxiety. Бремя, которое от Бога, оно тебе приносит покой. Оно тебе дает покой. В принципе, ты не найдешь покоя. И тогда, говорит, найдете вы покой в душе своей. Ну, а что с этими бременами делать человеческими, которые у нас дропают? Галь, я недовольна, да? Свергнем себя всякое бремя. Бремя, свергнем. Свергнем. Take it off. Сними это себя. Свергнуть. Свергнем царя. Помните, как мы пели, когда наши там предки? Свергнуть. Сбросить себя, которое на тебе сидит. Царя. Свергнем фараона. Свергнуть бремя, которое на тебе. Это wait. Бремя это wait. Которое тебе мешает, которое не дает тебе. Для чего это? Чтобы ты мог идти. А по-английски тут написано run. Тут не сказано идти. Проходить. Сказано you have to run. Окей. Первое, что нужно сделать, это нужно бросить себя это бремя. Почему? Потому что оно нас обременяет. Значит, в прошлый раз у нас было место, помните, второе послание Тимофея, у нас, по-моему, даже сегодня у нас тоже есть. Чтобы никто не обременял себя. Итак, приноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Смотрите. Добрый воин Иисуса Христа. Потому что, как там дальше? Никакой воин не связывает себя с делами и житейскими, чтобы угодить военачальнику. Что делают дела житейские? Она связывает. Entangled ее написано. Никакой воин, да. И если кто подвизается и не увенчается, если будет незаконно подвизаться. Что значит незаконно подвизаться? Я уже говорил в прошлый раз. Незаконно подвизаться, это идти на войну. И имея на себе заботы о делах житейских. Окей? Ты не будешь успешен, как воин. И, в принципе, ты на войне. И ты ничего не сделаешь там со своими заботами, потому что ты не там. Но и здесь ты не сможешь воевать. Речь идет о духовных вещах, о войне Христом. То есть ты не сможешь. Ты не будешь успешен. Ты не пройдешь свое поприще. Это не я говорю. Это духовный закон. Это принцип. В книге Сафония пророка, это вот я вспомнил, я Миша не давал. Я прочту. Там один стих что-то мне понравился очень. Сейчас я найду. Сафония. Тут одно место мне понравилось. Смотрите, что тут сказано. Господь говорит, будет, это он говорит, пишет о дне Господнем. И будет тот день, говорит Господь, воплю ворот рыбных и рыданий и так далее. Смотрите, рыдайте жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый город. Торговый народ. Исчезнет весь торговый народ. То есть народ погряз в торговле. Понимаете? Бизнес, туда-сюда. Но Бога никто не ищет. И смотрите дальше. Исчезнет весь торговый народ. И, слушайте, истреблены будут обремененные серебром. Истреблены будут все имеющие серебро? No. Истреблены люди, которые богатые серебром? No. Истреблены только что? Обремененные серебром. Это что значит? Свергни в себя всякое бремя. Бремя. То есть у людей бремя. Какое бремя? Бремя – это его вес, это его забота, это его цель – серебро. Серебро. Серебро – это не грех. Но когда серебро становится бременем, оно становится таким, что Бог говорит, что будут истреблены, это 11 стих, 1 глава, будут истреблены обремененные серебром. Серебро – это то, что мешает тебе. Серебро. Да, которое, корень всех зол – серебролюбие. Но, опять-таки, дело не в серебре. И серебро – это не грех, и деньги – это не грех. И много денег – это тоже не грех. И очень много денег – это совсем не грех. Мы читали на молитве место, что я уверен и знаю, уверен, Господи, что в самом себе нет ничего нечистого. Деньги – это деньги. Но если ты обременен этим, он говорит, что такие будут истреблены. Можно 1, 12 послание к Евреям? То есть... Послание к Евреям, 12 глава. Ну, посмотри. Первый стих мешает. А. Свернив себя. Всякое бремя. Бремя. Всякое, всякое бремя. Почему? Потому что бремя мешает тебе проходить это пуплище. Оно мешает бежать тебе по этому пуплищу. Но это вес. Дальше что нужно? Второе, какое еще условие успешного прохождения пути? Это нужно свергнуть что еще? Бремя и что? И запинающий нас грех. Ну, о грехе, в принципе, даже много говорить не нужно. Запинающий по-английски сказано снея. То есть как сеть. Ну да, как... Грех – это как сеть, в которую попали ноги твои. Ты не можешь бежать или проходить поприще сетью, которая вокруг ног твоих. То же самое делает и грех человека. Он же говорит о людях, которые хотят, которые верят, перед которыми свидетели. Это свидетельство имеет этих облако свидетелей, которые прошли это. Тут, в принципе, нечего говорить, потому что грех – это грех. Грех, грех... Смотрите. Грех... Я не буду сейчас... Как бы... Давать наименование, что такое грех. Ну, мы представляем, что такое грех. Грех не войдет. Я сейчас не говорю не о человеке, я говорю о грехе. Я говорю о каких-то делах. Скажем, блуд, воровство, клевета не войдет в небо. Это мы знаем. Хорошо. Но это грех не войдет. А о человеке мы не говорим. Но если человек грешит, окей, то что происходит? То он отождествляется с этим грехом. И он становится одной с ним. Скажем, клевета. Клевета – это, Бог говорит, это то, что я ненавижу. Слендер. Слендер. God hates it. Он говорит, клевета не войдет в небо. Но если есть клевещущий человек, который занимается клеветой, или какими-то такими вещами, и он клевещет, и он идет в небо, и если Бог пустит его в небо, то вместе с ним войдет в небо и клевета. Потому что клевета отождествлена с ним, а он отождествует. То есть это одно. И Господь говорит, остави-то. Оставь. Свергни. Дропит. Потому что я не могу тебя впустить туда. Я люблю тебя, но я не могу тебя впустить. Почему? Не из-за тебя, а из-за клеветы, ты, с которой ты не хочешь расставаться. Понимаете, что происходит? Бог не законник, не какой-то там полицейский, который нет и все. Вот я сказал нет. Нет. У него это все имеет смысл. В небо не может зайти клевета. Например. Я прицепился к этой клевете. А я могу при условии, если я оставлю ее, потому что иначе я ее с собой туда веду. И он говорит, у ворот он мне скажет, оставь это. Тогда я тебя впущу. Понимаете, оставь грех. А грех отождествлен со мной, потому что I love this. That's what I do. Я не хочу с этим расставаться. Ах, ты не хочешь с этим расставаться? Так из-за греха, с которым ты не хочешь оставлять здесь, ты не войдешь. Понимаете? Отождествление. Почему ты не хочешь расставаться с грехом? Почему? Тебе предлагается небо, предлагается вещь. То есть оставь это и... And come. Я не хочу оставаться. Почему? I'm not because you love it. Причем настолько любишь это, что ты любишь это больше, чем вот это. И люди же не заходят, не оставляют это. Поэтому, говорит, если вы хотите... Вы же идете на поприще, вы же идете куда-то, вы же идете сюда, и вы идете вот с этим вот, с грехом. Он говорит, drop it, пока ты на пути. А если человек умер вместе с этим, и не оставил это, и умер, ну он умер уже. Ну, что теперь делать? Это же... Это же... Это же Бог говорит. Потому что... Потому что грех, как он говорит, по-моему, у Еремии, что... Или, по-моему, у Еремии, что... Говорит, я взял вот этот вот котел, и я переплавлял вас в котле, и сколько я вас не плавил, сколько... Уже котел расплавился, а мерзость, а грех не отделился от вас. Can you imagine? Уже котел там... В котле там были там и дрова там уже сгорели, и уже не просто там мясо или кости все сгорело, а сам металл расплавился. Для чего? Чтобы грех поднялся, отделиться, и говорит, и вы не расстаетесь с этим все равно. А Господь, ну и что? Что мне делать? А Бог плохой. Почему? Потому что Он в небо его не пустил. Ну, это не договор. То, что ты думаешь о Боге, в принципе, это никого не интересует. И меньше всего это Бога интересует. Или то, что я думаю о Боге. А вот что Он думает, это более важно. А здесь написано то, что Он думает. Поэтому нужно свернуть себя. Это все нужно оставить. Эти бремена, с которыми мы тоже не хотим расставаться. Потому что мы в прошлый раз говорили об этом. Возложите, а что с ними делать? Возложите их на Него. Почему? Потому что Он печется о вас. Помните, в прошлый раз мы говорили? Возложите, а дай Богу свое бремя. Человек говорит, а кто это будет делать, если я это не сделаю? Он говорит, я это за тебя сделаю. Ну, что-то я тоже должен делать. Но это уже другая тема. Возложите на Него это. То, что Бог тебе дает нести, это бремя от Бога. It's good for you. Но то, что ты сам берешь на себя нести, это не от Бога. It's not good for you. И это тебя запинает. Это тебе мешает проходить это поприще. А перед нами облако свидетельства, которые прошли это поприще и показали, как нужно идти. И что еще нужно теперь, как еще нужно проходить это? Значит, нужно первое, свергнуть в себя бремя, запинающий, путающий наши ноги грех, и проходить это поприще с терпением. С терпением. С терпением будем проходить. Почему терпение нужно? Терпение нужно по одной простой причине, что перед тобой поприще. Это поприще, прохождение поприща, это не событие. А что это? Это процесс. Это время. Это время. И причем время это не год, не два, это вся твоя жизнь. И тебе нужно терпение. Какой корень в слове терпение? На иврите терпение, хорошее и интересное слово, когда ты приезжаешь из Израиля, тебе сразу говорят, ты должен выучить одно слово. Какое терпение? Потому что там оно нужно. Ну, везде нужно, но там оно нужно особенно. Савланут. 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 От слова савель. Страдать. Лизболь. Страдать. Терпеть. Страдать. Терпение. Какой корень? Откуда произошло слово? Существительное. Терпение – это существительное. Оно произошло от глагола страдать, терпеть. Можно? Я действительно, наверное, не случайно. Слово терпение и терпение. Терпение происходит от слова терпеть. Савланут от слова савланут от слова савель. Страдать, терпеть. Поэтому на этом поприще придется, если нужно, поскорбить от всяких искушений. Из-за этих всяких вещей придется, Петр говорит. То есть не надо этому удивляться. И не надо думать, что в этом что-то какое-то приключение странное что-то случилось. Но нужно, это дорога, и в дороге нужно терпеть. Надо будет и потерпеть. Дальше. Какой еще принцип во время прохождения нашего поприща? Потому что мы сегодня учимся, как нам нужно идти. Дальше. Значит, первое, понятно, свергнуть бремя. Грех. Нужно запастись терпением. Окей, терпением спасайте души ваши. Про терпение много сказано. Терпение делает нас совершенными, помните? И в следующий стих говорит еще один важный принцип, когда ты проходишь этот путь. Проходя этот путь, нужно взирать, взирая, то есть, видите, даже не начало предложения, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащего ему радости, что претерпел, он здесь был на земле, он тоже прошел предлежащее ему поприще. Что такое вообще предлежащее? Это тот крест, который ему дан. Поприще – это твой крест, если хочешь. Он претерпел крест, окей, пренебрегший. То есть, не обращая внимания на посрамление, то, что его оскорбили перед людьми, его посрамили перед людьми, ну и что, и во имя чего он это все терпел, во имя чего он это сделал. А он это терпел, как мы сегодня пели, вознесся, потому что он воссел, окей, одеснует престолу Божию. Вот это вот цель, вот это вот цель этого поприща, это конец поприща. И это, в принципе, и твоя цель. И ты воссядешь. Но он воссел на свое место, а ты воссядешь на свое место. Самый главный свидетель, который у тебя есть, это кто? Это он. Это он. Это не Ной, это не Авраам, хотя это свидетели Божьи. Но настоящий самый свидетель – это он. Почему? Потому что он прошел это поприще, окей, и мы теперь знаем. Мы теперь знаем. Может быть, ну я не уверен, где Ной, но я надеюсь, что уверен, где он. Я надеюсь, что ты уверен в этом. Потому что если в этом ты не уверен, то тогда я не знаю, что сказать. Который вместо предлежащей ему радости претерпел. То есть, ну, то, что он должен быть, его место на небе и в радости. Но он, Бог определил для него путь, и он прошел его претерпевший. С терпением. В нем не было греха, но грех много раз пытался. Помните, вот идет князь мира, и он хочет, он во мне ничего не имеет. Он не дал. Ну и он понимал, что такое бремя, он тоже знал. Он тоже жил здесь на земле. У него семья была, у него мать, братья. То есть, он не был, не лепитал в облаках. Он здесь жил. И он, тем не менее, прошел этот путь. И прошел свое поприще, и воссел на небе. That's what it's all about. И это для тебя должно быть тоже смысл всего. Итак, в чем секрет? Что о нем сказано? О нем сказано, что он есть начальник и совершитель веры. Что значит совершитель? По-английски он автор веры. Ты author of our faith. Он автор. Что значит автор? Он автор – это тот, кто дает веру. Тот, от которого вера исходит. Он есть причина твоей веры. Он есть объект твоей веры. Он объект твоей веры. И что нужно делать с ним? На него нужно взирать. Вот это секрет. И этот секрет мы не можем постичь. Посмотрите, какой этот принцип изложен в книге «Деяний». По-моему, в третьей главе. В книге «Деяний». Посмотрите. Там, когда они шли в храм. А, окей. Они вместе шли в храм. И там был хромой человек. От чрева матери. То есть он был всю жизнь такой. Когда он увидел Петра и Иоанна, третий стих, он просил у них что-то. Четвертый стих. Интересно. Они, всмотревшись с него, сказали, что они сказали? Взгляни на нас. Там сказано, что когда ты проходишь поприще, ты должен взирать. Ты должен взглянуть на него. Ты должен не просто взглянуть, а смотреть на него. И он пристально посмотрел на них. Но он-то посмотрел со своей целью. С какой? Надеясь получить от них милостыню. Ну, что-то. Окей. Но он на них посмотрел пристально. Потому что он посмотрел на них с надеждой. Со своей надеждой. Но he was expecting something from them. Окей. А для чего они сказали? Взгляни на нас. Для чего это важно? Вы не задумывались? Это принцип. Это закон. Он знал Иисуса Христа? Нет. Если бы он знал Иисуса Христа, они бы, наверное, не сказали, смотри на нас. Чего на них смотреть? Если тебе апостол Петр скажет, смотри на меня. Если он знает, что ты верующий человек, он тебе скажет, смотри на начальника и совершителя веры. Смотри, на такого нужно смотреть. А если они ему скажут, смотри на Иисуса, он говорит, а кто такой Иисус? Поэтому они говорят, смотри на нас. Окей. Тебе нужно, когда ты идешь, когда тебе нужно что-то, когда ты процесс веры, тебе нужен всегда объект веры. Всегда нужен тебе объект веры. Что у нас является объект веры? Мы делаем классическую ошибку, слушайте. Когда ты находишься на этом поприще, когда ты идешь, и когда у тебя на этом поприще возникает какая-то нужда, она у тебя, да, возникает, и когда ты начинаешь молиться Богу, то Богу ли ты молишься? И что у тебя является объектом веры? И на что ты взираешь? Когда Петр, когда Петр шел по воде, и когда у него там было, возник ряд проблем, когда он шел по воде, потому что на него шли большие волны, и то он посмотрел на эти волны, и это то, что мы делаем с вами. И когда он посмотрел на волны, у него появилась еще большая проблема, он стал тонуть. Когда он стал тонуть, он стал, когда он тонет, вы помните книгу «Путешествие Пилигрима», когда надо было, в самом конце нужно было пройти эту реку, то он, надо было пройти, и он стал тонуть. Если ты, если ты, когда ты тонешь, это значит, ты терпишь крушение в вере. Помните, потерпели кораблекрушение в вере, корабль тонет, почему он тонет, потому что кораблекрушение в духовном смысле, когда ты тонешь, ты не веришь, у тебя нету веры, у тебя не хватает веры. Почему ты не веришь, почему Петр стал тонуть? Потому что нужно смотреть на начальника и совершителя веры, окей, а не на свои обстоятельства и не на свою нужду. Когда мы молимся, говорим, у меня что-то болит, и причем у меня очень серьезная нужда, у меня очень серьезная проблема со спиной или там с головой, окей, то мы настолько preoccupied with this problem, что мы, когда мы молимся, мы кроме своей проблемы ничего не видим, и на Бога мы не взираем. А это секрет, а это принцип. И не работает, и не работает. А если Бог ей что-то и удалит нам эту проблему, то уже, ну, не потому что она сработала, а потому что он уже окей, I'll give it to you. Но оно не работает, если ты смотришь. Этому нужно учиться. Я тоже, так сказать, хромаюсь здесь. Потому что, когда перед нами этот Голиаф, мы, у нас сразу страх, у нас сразу паника. И мы кроме, а когда страх, чем опасен страх? У страха говорят, что глаза велики. Совершенно верно. Совершенно верно. Когда мы чего-то боимся, мы чего-то боимся, и мы парализованы страхом. И мы, в принципе, другого. Ты говоришь человеку, который боится, слушай, не волнуйся, вот то и то, и он тебя не слышит уже. У него уши закрыты, глаза закрыты, он кроме вот этого Голиафа ничего не веет. Он не слышит, поэтому Господь говорит, не бойся. Первое дело, Он говорит, не бойся, чтобы убрать этот страх. Убрать этот страх. Очень важно, когда ты проходишь этот путь, когда ты проходишь вот эти вот свои долину, низкую долину, когда ты идешь, и у тебя эти волны, эти Голиафа и так далее. Очень важно отвлечь свой взор от своих обстоятельств. Потому что, когда ты молишься, и видя эти обстоятельства, в принципе, ты даже толком и не Богу молишься. И у тебя молитва такая заученная, и ты видишь только свою эту вот проблему, или болезнь, или обстоятельства свои, а Бог у тебя, это у тебя просто на языке. Это не то, оно не работает. Но когда ты проходишь это поприще, тебе нужно взирать на начальника и совершителя веры. Потому что проблемы твои, они не укрепляют веру, а они проблемы, они что, они ее разрушают. Потому что они такие большие, этот Голиаф, что думаешь, ой, ну, караул. То есть вера твоя, и ты тонешь, как Петр тонул. Когда человек тонет, это он тонет в вере. Другими словами, чтобы подытожить эту мысль, проблема в том, что во время молитвы за нужду, слушайте, сама нужда очень часто является центром твоей молитвы. This is wrong. Окей? Она в центре твоего внимания. Если ты молишься о спасении своего близкого человека, и у тебя такое караульное состояние, то этот человек у тебя в центре твоего внимания. Это неправильно. В центре твоего внимания должен быть только он, потому что он автор и совершитель веры. И от него, если ты будешь на него смотреть, у тебя будет вера укрепляться. Если ты будешь смотреть на своего родственника, то вера у тебя будет только... Ты будешь тонуть. Это будет кораблекрушение в вере. Понимаете? Нужда не может быть предметом веры. Это всего лишь нужда. Предмет веры, источник веры, это он. Поэтому на него нужно взирать во время прохождения. Ну, когда ты на него взираешь, что тебе нужно увидеть в нем? Миша, можно еще назад послание к евреям? Второй стих. Что тебе на него взирать и что я должен увидеть? Ты же должен на него взирать и что-то увидеть. Ты должен увидеть, что... Ты должен увидеть исход этого. Ты должен видеть конец. Да, тебе нужно претерпеть. Ну видите какой конец Это конец какой Это конец успешный Это значит что вера Которая была у него Она работает И поэтому тебе дано не только он тебе дано Но тебе еще даны облако свидетельств Людей в принципе таких же как и ты Которые тоже достигли этого Достигли успеха И они претерпели то что у них было на твоих поприщах А тебе надо претерпеть на своем поприще Но при этом ты должен взирать на них На них На него Окей Зная что Он совершил и ты совершишь На пути придется претерпеть и посрамление Что такое посрамление А вот это вот у нас слабое место очень Это у нас настолько слабое место Что оно становится в принципе ridiculous даже Человеческое мнение Человеческая слава Для нас это настолько важно Что это ridiculous В принципе это говорит о том Что мы вообще не верующие люди Почему? Я сейчас приведу пример Во-первых Христос сказал Что как вы можете веровать Если вы принимаете славу друг от друга То есть он вообще исключает Он вообще не может понять Как можно верить И еще получать Стремиться получить одобрение И стремиться получить славу друг от друга То есть сфера это вообще несовместимо Согласно тому что он сказал Иоанн 5 глава В другом месте Там помните был такой царь Саул Первый царь Израиля И когда пришел к нему Самуил пророк И сказал что Ну брат Плохо дело Doesn't look good Так он говорит Отнимается от тебя царство Я не помню Ну а что Саул сказал Он говорит Ну иди Говорит Хоть почти меня перед старейшинами Я когда я на эту тему думаю То это It's ridiculous Что это значит Бог Борь стал своего пророка И говорит Слушай От тебя царство отнимается Ты неверный I mean You messed up Ты неверный Вопрос спасения Very questionable I mean You are in a bad shape You are in a really bad shape With God Что отвечает на этот человек Почти говорит меня перед старейшинами Чтобы они обо мне хорошо подумали Ну Я же говорю что это ridiculous Это верующий человек или нет Ну не все Поэтому Христос говорит Как вы можете веровать Если у вас такие Такие у вас Приоритеты Это же нельзя Поэтому он что сделал Он это Он пренебрег Он эти вещи пренебрег Он говорит Вот ты сойди с креста А он там обнажен И он в немощи Ты сойди Покажи Ну а тоже мне То есть Понимаете They really put him down Really унизили его Ну что он Он отчитывался Он оправдывался Да нет Вот я иду Он это пренебрег Он пренебрег Человеческое мнение Для нас это очень важно Для нас это настолько важно Что мы Для нас это просто важно Too much Наша репутация Что люди обо мне подумают А ну вот он сделал то Но я тоже должен что-то сделать Я должен же это сказать Что обо мне не подумали Так о тебе подумают все равно Ты можешь делать все что хочешь А тебе подумают Люди есть люди Ты не сможешь Ты не сможешь Но когда ты начнешь Угождать человеку Чтобы заработать свою репутацию То репутация твоя перед Богом Начнет Ты пренебрегаешь Репутацию перед Богом Защищая свою репутацию перед человеком Потому что ценности настолько разные У Бога с человеком Что заботясь об одной репутации Ты разрушаешь другую И люди И вот Саул выбрал Мнение старейшего Самуил говорит Слушай Ты не хочешь починить Ты не хочешь что-нибудь сделать Покажи что-нибудь Ну давай лучше Сейчас восстановим Мою репутацию перед старейшим Потому что а что люди скажут Представляете Ну так он говорит Что это человек Который не знает Бога Хоть он там Делает что хочет И говорит что хочет Поэтому И следующий Миша стих Можно Помыслите о претерпевшем На него не только нужно взирать На нем еще нужно мыслить Во время прохождения Своего поприща Мыслить на нем Думать Думать Нужно Содержать в разуме Помыслите о претерпевшем Такое над собой поругание От грешников Чтобы вам не изнемочь И не ослабить душами Когда нам приходится Потерпеть И пострадать И иногда несправедливо Мы на эту тему говорили То мы начинаем себя жалеть И строим из себя Великих мучеников Дальше он говорит Что вы еще не до крови сражались Мы туда не пойдем И мы Проблема в том Что мы о себе думаем Мы начинаем говорить Что вот я Вот я столько сделал Я столько для Бога сделал А что я имею За это имею Ну а Еремия сделал Больше чем ты Или меньше И что он за это имел А апостолы Что они имели Воздаяние Это будет на небе А не здесь Так дело не в этом Что ты там будешь Иметь или иметь Дело в том Что ты о себе думаешь Что ты о себе мыслишь То же самое Когда ты проходишь Поприще Ты думаешь о своих обстоятельствах Ты думаешь о своих трудностях Ты о себе в принципе думаешь Это неправильное зрение Это неправильное око И поэтому вера Начинается Тонуть человек начинает Мало этого Тебе нужно еще мыслить Тоже не о себе И не надо думать о себе Как о великом мученике За правду Тебе дано страдать за правду Значит Прошлая Бога За такую участь написано Потому что дух славы На тебе прославляется Если тебе дано Потому что тебе дано Не только веровать Но еще и страдать Но дело не в этом Дело в том Что о себе вообще мыслить Не нужно А это то что мы делаем Помыслить о претерпевшем То есть нужно Помыслить о нем Который претерпел Над собой такое поругание От грешников Он будучи праведник Претерпел от грешников Ты будучи грешник Претерпел от грешников Таких же как ты So what? It sounds about right Потому что ты Он то праведник Он против твоего Огрешников Это не хорошо Ну а мы же в принципе Не сильно отличаемся Друг от друга В принципе И потому что мы мыслим о себе Мы изнемогаем Меня сегодня обидели меня Завтра обидели меня Послезавтра обидели И я устал И все Я иду ловить рыбу Как Петр сказал I'm tired of it I'm sick and tired Окей И я изнемог Я изнемог И я разочерпаю Американцы говорят He was burned out Служитель Пастор был burned out Он устал Он сгорел He got tired of it He quit Он изнемог И он ослабел Почему? Потому что о себе думает И мы ослабеваем часто И разочаровываемся Почему? Потому что о себе думаем А взирать и думать Нужно о нем Которые Ну которые вот Окей Вот так нужно проходить Это поприще Основная мысль 2-го и 3-го стиха 2-го и 3-го Чтобы во время прохождения Своего поприща Свой взор И свои мысли Концентрировать На Иисусе Христе Я здесь вот себе Написал шпаргалку Потому что Он совершил этот путь И прошел И достиг неба Пренебрегший На пути Все что ему мешает Оставив это Или это грех Но у него не было греха Но он Были искушения Он это все сбросил с себя И во время трудностей И скорбей Он мыслил не о себе А чтобы исполнить Как Павел говорил Не ходи в Иерусалим Помните ему тоже говорили Потому что тебя там живут Да я вообще не о себе думаю Мне лишь бы исполнить То что мне Предназначено Иисусом Христом А если мне там принадлежит Погибнуть Страдать Да это окей Мне главное исполнить Вот это вот Мышление Вот это вот Успешное Поприще будет Окей Ну и Мне это напоминает Такую картину хочу вам дать Иллюстрацию Мне это напоминает корабль Тонущий корабль Когда корабль тонет Что делают моряки Ну сейчас нет Ну раньше мы там В фильмах смотрим Что ты говоришь? Ну ты почти прав Они выбрасывают Они говорят Ну выбрасывают Они выбрасывают Даже продукты Мешки Ну помните Мы смотрим Фильмы там Груз всякий выбрасывают Потом они начинают Рубить мачту Они калечат этот корабль Они делают Everything they can Чтобы быть Чтобы сделать его легче Чтобы он перестал тонуть Продукты Там Вещи ценные Потому что нет Более вещи Ценные вещи Чем сама жизнь Так если я Из-за этой вещи Тону Так Это же нужно быть Я извиняюсь Совсем Чтобы Я тону Но я с ней не расстанусь Амин You know what I mean? But that's what we do That's what we do Есть два корабля Которые тонут Один корабль Мудрый Другой корабль Опоздали уже В чем мудрость Этого корабля Тонущего Когда он тонет Он выбрасывает Все Это может быть Нужное Это может быть Ненужное Makes no difference Почему? Потому что он тонет И когда он выбросил Лишнее Он стал легче Он стал держаться На воде Мало того Он Там Мачта Он ее рубит Вторая мачта Он рубит Он что-то там Он Он его даже Как-то Обрезает Этот корабль Понимаете? От ненужных вещей Другой корабль Тоже тонет Как и этот Но он не хочет Расставаться с этими вещами Потому что Они для него Представляют Я не хочу С этим расставаться Ну и что? И он Со всем своим барахлом Такой же красивенький Со всей мачтой Такой весь Не поцарапанный даже Он благополучно Идет К дну И что говорит Писание Вы же понимаете О чем речь идет Почему такая разница В этих Потому что разница Почему такая разница К вещам Этот корабль Выбрасывает Я говорю о человеке Этот человек Выбрасывает вещи С корабля А этот человек Не выбрасывает Не хочет Ни бремя Выбросить свое Ни грех Этот Который он любит Не хочет выбросить Почему такая разница Разные отношения К этим вещам Потому что У этих двух кораблей Две разные цели Окей Две разные цели У этого корабля Цель Достигнуть Пройти это поприще Достигнуть Этого берега Цели Прийти к цели Туда Прийти А этого У этого корабля Нет этой цели В этом то и заключается Что это не просто У него другая цель Эта цель Определяет его Как неверующий корабль Хоть он там На своем поприще Он там говорил Там Аллилуйя Это определяет его Как неверующий У него совершенно Другая цель Он не хочет Расставаться С этими вещами Не хочет И Господь Ставит узкий путь И куда нельзя Войти С этим всем барахлом Но он не хочет Свергнуть себя И не войдет То что я говорил То есть он Отождествлен Он прилепился К этому Это он связан Этим И он не хочет Расставаться с этим И он не войдет Потому что эти вещи Не войдут туда Он такой же Непокалеченный Красивый Погибнет Этот корабль А тот Достигнет цели Но Без ничего Без ничего Понимаете Без ничего вообще Ничего Он будет побитый Он будет В ужасном состоянии Но он придет туда Так вот Что для тебя Более ценно Посмотрите Что Христос Говорит Матфея 18 глава Это последнее место На нем мы закончим Посмотрите Что он говорит Горе миру От Соблазнов Ибо надо Неприйти Соблазнам Но горе Тому человеку Через которого Соблазн приходит То есть соблазн придет В этот мир Соблазн придет К тебе Соблазн будет Атаковать тебя No question about Дальше Твое отношение К этому Что ты будешь По этому делать Если же рука твоя Соблазня Или что там Если рука твоя Или нога твоя Соблазняет тебя То отсеки Обезобрать себя Ради цели Как этот корабль Ну как Нет Я говорю о духовных вещах Конечно Никто тебя не заставляет Отрезать руку Потому что это все В сердце В принципе Потому что Лучше тебе войти В жизнь без руки И без ноги Нежели с двумя руками И с двумя ногами Быть вверженным в огонь Вечный Да это смотри Вот о чем речь идет Лучше пройти Это поприще И часто Успех Про этого поприще Прохождения Именно связан с тем Что нужно себя свергнуть Что нужно запинающий этот грех Этот соблазн Но он настолько Прилепился ко мне Что мне нужно Обрезать это И это обрезание Бывает очень болезненно Вплоть до обрезания руки Потому что Меня рука соблазняет Меня нога соблазняет Меня око соблазняет Я буду увечный Я буду инвалид Я буду калека Но это окей Потому что у тебя цель Цель Оправдывает Средства Цель Оправдывает Средства В данном случае Да Вопрос в другом Является ли Является ли Это твоей целью Вот в чем вопрос И на этот вопрос Ты должен сам Себе ответить Субтитры сделал DimaTorzok